Меня зовут Петр Савинов. Я занимаюсь тем, что в компании SABE, это платформа digital инструментов от SEO-инструментов для программатик решений, занимаюсь как раз развитием различных продуктов. В частности, продуктом автоматизированного SEO-продвижения SEO-визор и платформой репутационного и локального маркетинга Repomitor. И сегодня я расскажу о том, как сделать так, чтобы клиенты с таких актуальных каналов, как онлайн-карты, приходили на ваш сайт, в вашу компанию, какие там есть нюансы продвижения и как вообще в целом с этими каналами работать, как обрабатывать отзывы, как анализировать статистику, как добиваться того, чтобы ваша компания показывалась выше, чем ваши конкуренты на онлайн-картах и так далее. Очень надеюсь, что вы меня сегодня будете мучить вопросами. Их можно писать в чате по мере доклада, я буду с радостью на них отвлекаться и там разбирать что-то подробнее в рамках того, что вас интересует. Если вам несложно, напишите там хотя бы в двух словах, из какой вы сферы, да, и какую роль в компании, да, там занимаете, за какие задачи отвечаете. Все, вижу Никита из сферы фитнес, 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 фитнес. Вопрос. Тут у нас собрались фитнес-инструктора или маркетологи фитнес-центров, или руководители фитнес-центров. Вот это тоже вот хотелось бы уточнить. Основатели, маркетологи, руководители отдела продаж, техподдержка, пиар-специалисты. Я понял. Стоматология, медицина, фитнес. Все, супер. Тогда, если мы будем отвлекаться на какие-то примеры, там у нас есть возможность продемонстрировать экран или у вас есть какие-то конкретные вопросы по вашему направлению, вы их обязательно пишите, мы прям их в онлайне разберем. Давайте тогда пока начнем теорию, да, вводные какие-то данные, о чем мы сегодня поговорим. Во-первых, мы в целом поговорим про то, что сейчас есть онлайн-карты, какая там аудитория, зачем там нужно присутствовать, зачем там управлять репутацией, как анализировать репутацию и ключевые события, которые там возникают. Подробно разберем в целом репутационный маркетинг на онлайн-картах, как отзывы обжаловать, как на них отвечать, на что они влияют при ранжировании на онлайн-картах и как мотивировать клиентов и отзывы оставлять. Ага, у Вероники ничего не видно, звука нет. Вероника, вот у меня на этой платформе была такая проблема, если я пользуюсь Safari. Вот может быть вы тоже пользуетесь Safari, попробуйте тогда поменять браузер. Потому что я так понял, что у всех остальных и звук, и видео есть, поэтому я продолжу, но если увижу, что это массовая проблема, конечно, остановлюсь. Итак, аудитория на онлайн-картах. На самом деле сейчас карты полноценно заменяют поиск. И если раньше мы должны были открыть, загружить компьютер, открыть браузер, войти в Яндекс и вбить какой-то запрос для того, чтобы найти ответ или компанию, которая нас интересует, то в большинстве случаев сейчас мы не пользуемся десктопом, да, мы пользуемся мобильником. И чаще всего это даже какое-то навигационное предложение. Я говорю, в частности, за себя, да, я уже давно там, когда надо записаться в парикмахерскую или найти какой-то ресторан в локации, где я ничего не знаю, или шиномонтаж найти в 12 часов ночи, потому что приспичило переобуть колеса прямо сейчас. Я открываю Яндекс.Навигатор, вбиваю запрос, мне показываются компании. Я уже на каком-то таком интуитивном уровне отсекаю то, что ниже четырех, потому что сегодня рисковать я не готов. Сегодня на эксперименты с компаниями, у которых три звездочки, я на такие эксперименты не готов. Выбираю компанию, смотрю, что там плюс-минус адекватные цены, потому что цены также в геосервисах отображаются уже сразу. И просто прокладываю маршрут или звоню, чтобы записаться. И аудитория огромная. У Яндекс.Карт аудитория, только у Яндекс.Карт, хотя у Яндекса на самом деле огромная аудитория еще в Яндекс.Навигаторе, огромная аудитория еще даже в таком сервисе, как Яндекс.Метро. Может быть, кто-то не знал, но у Яндекса есть еще и такой навигационный сервис. Огромная аудитория у пользователей в 2GIS. И существенную долю на этом рынке также занимает Google Maps, но там есть как хорошие нюансы в связи с тем, что очень сильно политика поисковой системы зарубежной в последнее время поменялась, и отношение к ней в рамках нашего законодательства тоже. Мы про них сегодня тоже поговорим. А есть ли статистика по пользователям в МСК? Да. Я думаю, где-то она есть. Она у меня точно есть. То есть у меня точно есть статистика по МСК 2GIS. И, скорее всего, у меня где-то есть статистика по Яндекс.Картам по МСК. Но даже если нет, я думаю, где-то плюс-минус в открытом доступе она есть. И найти ее можно. Ну, в любом случае, и уж точно ее можно найти, если вы обратитесь в... Да, Никит, абсолютно с вами согласен. В Москве, в Питере, в Екатеринбурге и в целом, да, так сказать, в западной части России полностью доминирует Яндекс. То есть если брать, например, ту же самую Москву, то в Москве Яндекс дает там, если брать все вот наши топовые геосервисы, процентов 80. В некоторых тематиях даже 90 трафика, потому что мы к нему привыкли. Если брать, например, Урал, да, или что-то там чуть восточнее, чуть севернее от Москвы, то там локально, да, потому что изначально 2GIS кажется новосибирской компанией, и оттуда он развивался, и весь Урал и Сибирь поглотил, то там, конечно, популярен 2GIS. И там даже, если в Москве, например, да, там, в Питере говорят поребрик, в Москве бордюр, да, так же и с геосервисами. Если в Москве говорят погуглить, то на Урале говорят погисить. То есть, да, погис, вот эту компанию, где она находится. Хотя, ну, у нас мало кого можно встретить с таким приложением, и я вообще о нем узнал в свое время случайно как раз от человека, который переехал там с Урала, с Алтая. В ЕКБ 2GIS скачает неплохо. Да, согласен. ЕКБ, конечно, там получше 2GIS, чем МСК, чем Питер. Вот если говорить про прям столицу, то тут редко у кого 2GIS встретишь, но очень прям появились в последнее время часто баннеры 2GIS, плюс это сервис Сбера, да, с недавнего времени, поэтому расти он будет, и акцент о нем делать стоит однозначно. Плохо слышно, так как на фоне идет какой-то звонок. Слушайте, мне ничего не звонит. У меня ничего не звонит, и музыка тоже вроде не играет. Ольга, точно это у меня такая ситуация? Все, хорошо, значит, это... То я уж подумал. Значит, это музыка у кого-то в голове. Надеюсь, приятная. Так вот, мы зафиксируем то, что аудитория огромная, с ней нужно работать, и будем разбираться вообще в целом, как работать с этими каналами. Но перед тем, как идти дальше, я хочу обратить ваше внимание на то, как изменилась непосредственно выдача Google, да, потому что мы про 2GIS поговорили, про Яндекс поговорили. Хотелось бы акцентировать внимание на Google. Google на самом деле третье место, наверное, по популярности из всех геосервисов занимает в целом среди Яндекса, Гугла и 2GIS. Но он стал на порядок существеннее актуальнее в последнее время. Как мы все знаем, запретили полностью платную рекламу Google AdWords в России. Нет контекстной рекламы в поисковом, в поисковике. Нет платной рекламы в YouTube. И как это отразилось на результатах поиска. А отразилось это напрямую. Если раньше первый экран выдачи, точнее половину первого экрана занимала платная реклама Google AdWords, и ниже шла локальная выдача Local SEO, да, так называемый Google Maps, но в органике, то что сейчас у нас? Сейчас у нас половина, даже не половина, а, наверное, две трети первого экрана занимает локальная выдача Google Maps. И ниже уже идут результаты органического поиска. Таким образом, сейчас, чтобы занять первый экран, достаточно хорошо быть представленным на картах. Сейчас, чтобы занять первый экран, нужно, по большому счету, чтобы тебя любил Google, ты был представленным в геопозиции пользователя, когда он спрашивает этот запрос, у тебя там все было хорошо с карточкой, и ты никак не зарезал конверсию из просмотра в клиента, о том, как можно потерять клиента, мы сегодня тоже подробно поговорим. Так вот, за счет того, что Google стал на порядок выше, именно Google Maps стал на порядок выше в результатах поиска, статистика подросла существенно. Я тут взял статистику из одного профильного медицинского центра, занимающегося там пластической хирургией. Так вот, не сильно много звонков там в целом, да, в клинику, потому что, ну, там, на самом деле, один звонок на миллион рублей, если закроется. Так вот, было в среднем 10, там, даже иногда 8 меньше звонков за месяц. После того, как компания стала показываться не во второй части экрана, а на первой части экрана, когда ушел контекст, в два раза выше практически выросло количество звонков с Google. Вот данные я снимал на сегодняшний день, то есть, я думаю, как раз еще апрель потянется и выравнивается где-то к результатам марта и так далее. Поэтому обратите внимание на статистику Google My Business, да, всю статистику, на самом деле, по тому, как у вас геосервисы себя чувствуют, какая там статистика, какие там ключевые события есть. Она доступна в общем доступе, она бесплатная, она есть и в Google My Business, и в 2GIS, и в Яндексе. Очень рекомендую посмотреть и сделать наблюдение о том, а изменилась ли у вас статистика в Google, потому что у многих компаний, с которыми я работаю, за которыми я наблюдаю, там на ровном месте в Google просто вырос трафик, просто потому что контекст ушел. И это сделало Google на самом деле существенно более приоритетной площадкой. Без рекламы теперь куда человеку идти? Конечно, в локальное SEO. Вот так вот, например, сейчас выглядит выдача по запросу фитнес-клуб. Две трети экрана занимают три компании. Как на самом деле формируется Local SEO? Мы сейчас разберем блок Local Pack. Вот этот блок из трех компаний и карты. Он формируется из результата поиска Google Maps. Я на самом деле чуть-чуть, наверное, тогда прям с вашего позволения запущу демонстрацию экрана, чтобы прерывать теорию хоть какой-то банальной практикой. То есть вот, например, у нас есть Google. Фитнес-клуб рядом. Вот запрос мы вобьем. Нам показывается блок локальной выдачи. Он называется Local Pack. Как он формируется? Есть Google Maps. Если мы вобьем этот запрос на Google Maps, нам покажутся очень-очень-очень многие компании, их там до бесконечности. Но в блок локальной выдачи попадают первые три. По какому принципу они попадают, мы сегодня тоже с вами разберем. Но самое главное, что возможность для роста, точнее, тренды для роста вы можете отследить именно по локальной выдаче Google. То есть если вы сейчас не отображаетесь на первых трех местах, вам важно понять, а где вы вообще находитесь. Возможно, вы на четвертом месте, возможно, вы на седьмом, возможно, вы на двенадцатом. То есть зафиксируйте свое текущее положение по тем запросам, которые вам актуальны для попадания в локальный поиск. И работайте над факторами, которые на это влияют. Для того, чтобы попасть в топ-3 компании и быть на первой странице. Отдельно я хочу отметить, что пока у нас тут выводятся три компании. На самом деле иногда, точнее, не иногда, а Google за рубежом, в частности в Америке, сейчас тестирует новый блок LocalPack, и там будут выводиться две компании только. Поэтому ценность от того, чтобы здесь быть представлено на первом или на втором месте, растет, и самое время добиваться этих позиций. Аналогичная история в Яндексе. Попробуем вбить запрос здесь. Вот. Яндекс у нас тоже прям любит экспериментировать. Иногда выводится блок локальной выдачи справа, иногда прям растяжкой, а иногда вот такой вот каруселью. И можно обратить внимание на клуб, который здесь нам приглянется по отзывам, по фотографиям. Перейти сразу в WhatsApp, где-то получить подарок, где-то написать в WhatsApp. Это возможность Яндекс.Бизнеса, которые предоставляются для компаний в рамках активной кнопки. Можем сегодня тоже подробнее про них поговорить и как с ними работать, если такая задача будет. Ниже у нас уже пойдет органика, и даже у меня тут Яндекс не хочет меня грузить какой-то платной рекламой. А нет, нет, пошла, пошла вру. Как же Яндекс и без рекламы? Он ее просто решил опустить вниз. Вот. Разобрали, что такое Local Pack и возвращаемся к презентации. Наталья спрашивает по поводу того, будет ли вебинар в доступе. Я думаю, организаторы подключатся к чату и сориентируют вас, Наталья, по тому, где потом этот вебинар найти. Но, как показывает практика, его всегда отправляют на почту всем участникам. Давайте разберемся. Вот смотрите. Человек вбил запрос в фитнес-клуб. Но выберет он вашу компанию или нет, это не очевидно. И какие могут быть причины по тому, чтобы не остановить свой выбор конкретно на вашем фитнес-клубе? Во-первых, вас банально может не быть на картах. Это не всегда актуально для каких-то там малых бизнесов. Ну да, потому что, когда у тебя мало точек, мало фитнес-клубов, ты, в принципе, знаешь, что у тебя, не знаю, ты есть в Гугле, ты есть в Яндексе, ты есть в Дваге, если не так сложно, там три источника по трем ссылкам проверить. Но, когда речь идет о какой-то сети фитнес-клубов, сети стоматологии, сети салонов красоты, то у вас вот эта задача мультиплицируется. То есть представьте, что у вас, например, 10 фитнес-клубов. Вы должны быть в Яндексе, это 10 точек. В Гугле, еще 10 точек, 20. В Агисе, 30. Зун, хотелось бы захватить, 40. И пойдут еще какие-то профильные источники. Например, в той же самой медицинской сфере это про докторов, на поправку, док-док. И, если говорить про стоматологию, там какой-нибудь 32-ток еще будет. И количество источников для 10 точек, 10 филиалов вашего бизнеса уже стремится к 100. То есть на 100 точках вы должны быть банально хотя бы представлены, чтобы по вам что-то можно было найти. 50% пользователей могут не перейти на ваш сайт, когда вас нет на карте. Мы сегодня разбирали Local Pack. И понятно, что если вы не представлены в блоке, который формируется на первом экране, да, вы не представлены в Local Pack, то половина клиентов отвалится еще на этом этапе тоже. Потому что 44% пользователей выбирают одну из компаний в топ-3 блока выдачи карт. И 44% это была статистика, когда Google AdWords жил. На самом деле сейчас статистика, по моим данным, близка к 70%. То есть 70% клиентов ведут запрос, увидят карты и остановят свой выбор на трех компаниях, которые были там. Другие 30% они могут промотать ниже результаты поиска или уйти на карты и где-то там вас все-таки найти. Следующий момент. Вы можете быть представлены в блоке топ-3 того же самого Google, но клиент выберет вас, потому что вы чем-то не устроите его по рейтингу, чем-то не устроите его по отзывам, потому что он спустится, не поленится, почитает отзывы или, может быть, ваши ответы. Ответы бывают такие, что после ответов на отзывы компанию не хочется обращаться. И сегодня мы парочку таких кейсов тоже разберем. Ну и, конечно, все может быть хорошо. Вы есть на картах, вы хорошо ранжируетесь и представлены в блоке топ-3 Google или там на первой странице экрана Яндекса. У вас все хорошо с рейтингом, 4,5, все отзывы там хорошие, никакого негатива нет, фейковых отзывов нет. Клиент хочет к вам обратиться, но вы не уследили за актуальными данными на картах. Я не знаю, там, маркетолог забыл поменять телефон, до этого ставил телефон от колл-трекинга, забыл его поменять. Программист поменял сайт, а там указан старый сайт. Банально переехали во время пандемии в зал поменьше, побольше, забыли поменять адресы клиента, в итоге строят маршрут к старому адресу. Изменили время работы компании, забыли это отразить на картах. Клиент также приехал к вам, уперся в закрытые двери, расстроился и ушел. Все это крайне расстраивает всегда, и клиенты теряются на самом деле чаще, чем вы думаете от таких банальных ошибок. Таким образом, мы можем терять клиента на каждом этапе воронки. Мы можем, вроде бы, как знаем, что есть карты, наверное, оттуда люди сами с собой ходят. Да, они оттуда сами с собой ходят, но чаще всего они сами с собой не доходят до компании, которая на картах представлена, потому что она не представлена в каком-то конкретном источнике, она плохо ранжируется, там плохие отзывы или банально неактуальная информация. Все это ведет к тому, что клиенты теряются. Отдельно стоит отметить актуальность работы с геосервисами в том, что клиент там вводит не информационный запрос. Он вводит там навигационный запрос. Он, скорее всего, уже знает, что у него болят зубы, что у него кариес, и что надо делать, его надо лечить, но он болит зуб прямо здесь, прямо сейчас, поэтому я ввожу в Яндекс.Навигаторе стоматологии рядом круглосуточную, чтобы поехать и вылечить зуб. Я понимаю, что я там прибавил за лето, я понимаю, что скоро сезон, лето, точнее, наоборот, прибавил за зиму, надо перед летом скинуть немножко, поэтому я уже выбрал даже какой-то комплекс упражнений, закупился спортпитанием, и сейчас через Google Maps я ищу фитнес-клуб поблизости, чтобы записаться в него и начать ходить, чтобы поддерживать себя в форме. Поэтому навигационный запрос, он на порядок более транзакционен. То есть человек не ищет что-то, не ищет о чем-то. Он ищет конкретную компанию, в которую ему нужно прийти и отдать деньги. Поэтому приоритетным каналом сейчас для вас должны быть онлайн-карты, потому что там аудитория самая прогретая, она банально ищет, кому отдать свои деньги. Она не ищет какую-то информацию, почитать ролики, посмотреть ролики, почитать статьи. У него банальная задача – приехать, отдать деньги, получить услугу. Поэтому с этой аудиторией надо работать приоритетно. Федор спрашивает, насколько часто используют слово «рядом»? Обязательно ли оно или указание района, например, «Черемушкин» или «Центр»? Федор, вопрос понял. Смотрите, на самом деле слово «рядом» очень часто использовалось раньше. Сейчас оно не обязательно. То есть на самом деле, мне кажется, даже, да, давайте проверим. Мне кажется, для меня Google и не сделает разницы, фитнес-клуб рядом или фитнес-клуб просто. Принците, Алекс Фитнес Квартет, а фитнес-клуб рядом. Принците, Алекс Фитнес Квартет. Абсолютно никакой роли это слово не играет. Абсолютно, ну, не уверен даже, что оно часто используется. Раньше использовалось часто. Почему? Потому что люди не понимали, что Google может догадаться по твоему описнику, где ты находишься, и показывать тебе ближайшие к тебе компании. Сейчас это люди уже понимают, и многие уже знают, что такое геозависимый запрос, геонезависимый запрос, как он влияет на результаты поиска. И, ну, никто не вводит слово «рядом». Понятное дело, что я ввожу запрос в Google, и Google не будет мне показывать, если я нахожусь, например, в Москве, там фитнес-клуб из Амстердама или из Екатеринбурга, или из Питера, он знает, что я здесь, поэтому держи, Петр, фитнес-клуб, который рядом с тобой, айпишник я знаю, где ты, я знаю, я даже знаю, в чем ты одет и что ты ел на завтрак. Поисковая система знает про нас очень многое, поэтому делать акцент на такой запрос не стоит. Его не так часто, я думаю, сейчас вводят, а если и вводят, то результат поиска такой же, как и без этого запроса. Так, переключаемся на презентацию. Да, и вот второй момент, а вот, так сказать, геотопонимы, да, вот то, что вы пишете, Черемушкин центр, вот их водить, за ними следить, конечно, стоит, потому что часто человек находится, например, на работе, да, ну, что еще на работе делать? Конечно, выбирать фитнес-клуб, в который пойти после работы, поэтому географический топоним, человек водить будет, да, я сижу на работе на метро Сокол, а ищу фитнес-клуб, который находится там, я не знаю, в Зеленограде, поэтому на это стоит обращать внимание, и такие запросы брать в продвижение, брать в аналитику, смотреть, как вы там аранжируетесь, добиваться того, чтобы по ним показываться хорошо и высоко. Немножко про алгоритмы того, как считается рейтинг. Почему рейтинг важен? Ну, во-первых, это один из факторов того, насколько высоко или низко показываться на онлайн-картах, ну и что, наверное, в большей степени сейчас применимо к задачам, на которые можно влиять, на рейтинг смотрят, конечно, в первую очередь и клиенты тоже. Поэтому, когда у меня спрашивают, какой рейтинг у компании должен быть, ответ простой, 4,5. Вот это идеальный рейтинг, не меньше. Почему? Потому что у того же Google, мы можем, например, это даже сейчас проверить, еще раз переключившись на экран, вдруг что-то поменялось. У того же Google, например, если мы пойдем на карты, смотреть компании, есть поиск по оценке и максимальный поиск, который мы здесь можем задать, 4,5 и выше. То есть Google нам говорит, самая лучшая компания от 4,5. И чтобы попадать в результаты такого поиска, у нас рейтинг должен быть 4,5. Кажется, Яндекс тоже в последнее время такую историю вел. Рейтинг. А, нет, у Яндекса, видите, у Яндекса поинтереснее стало. У него раньше было 4,5, но сейчас сделали 4,7-4,9. Поэтому, да, цель рейтинга для Google все-таки по-хорошему должна быть 4,5, а для Яндекса надо стремиться к 4,9. Пятерочку не обязательно. Пятерочка, понятное дело, это что-то такое на уровне, что-то с чем-то. А вот 4,9 вполне хорошая цель для того, чтобы в Яндексе ее достичь. Так вот. Как рассчитывается средний рейтинг? В Гугле рассчитывается до безобразия просто. Просто берутся все оценки, находится их сумма и делится на количество клиентов, на количество пользователей, которые эти оценки оставили. Получается средний арифметический результат, который уже выводится как рейтинг вашей компании. В Яндексе, в Двагисе, в Зоне все гораздо интереснее. Первым на этом поле, первопроходцем на этом поле, конечно, был Яндекс. Яндекс ввел такую многофакторную систему по учету рейтинга, которая учитывает профиль пользователя, его уровень на Яндекс-картах. был ли текст в отзыве, были ли фотографии в отзыве, это был отзыв с текстом или просто оценка. Также учитывается даже то, был ли пользователь в заведении, когда он этот отзыв оставлял. Из всего этого складывается по определенной формуле рейтинг компании. Часто может быть такое, что у вас оставило отзыв 10 человек пятерочку, а один человек оставил троечку и рейтинг у вас 4. Почему? Потому что тот человек, который оставил троечку, он на самом деле очень доверенный для Яндекса пользователя, он уже много где был, много где оставил отзывы, он еще и отзыв с фотографии, с текстовой, развернутой. А вот эти 10 человек, которые пятерочку накликали, они первый раз вообще про них Яндекс что-то видит, отзывы раньше они не оставляли. Фотографию разместить они поленились, поэтому влияют они гораздо хуже на расчет рейтинга. Ну и давайте все поздравим Виталия, который недавно получил конверт от Яндекса в хорошее место с оценкой 5.0. На самом деле, Виталий, я хочу спросить, я тоже помогаю с геомаркетингом одной компании, и мы тоже получили недавно известие о том, что у вашей компании присвоено хорошее место, заказали получение конверта, но он уже не идет. Вот долго ли до вас шел конверт от Яндекса, что у вас хорошее место? Очень интересно, насколько долго сейчас доходят подобные приятные письма. Долго, да? Я понял. Ну, ладно, значит, от ожидания награда, наверное, еще приятнее. Поэтому обращаем внимание для того, чтобы хорошо у нас рейтинг получался, чтобы он был высокий. Учитывается, понятное дело, и количество оценок, и количество отзывов. Отдельно, да, надо различать оценки. Это когда пользователь просто ставит количество звездочек без текста. Отзыв – это когда он и текст написал, и фотографии прикрепил. Очень сильно учитывается доверие к пользователю, который оставил отзыв. Важно, какие у него там ачивки, какой у него уровень. Местный эксперт там или там суперэксперт. Там у Яндекса есть эградации, он выдает их пользователю за то, какую активность они на картах проявляют. Конечно, отзыв должен быть с текстом, и текст этот должен быть существенно объемный. Если же мы говорим… Это мы поговорили про геосервисы. Zoom я тоже, на самом деле, отношу к геосервисам, потому что в определенных сферах, в таких как бьюти-сфера, например, и в определенных районах, Питер, Москва, Zoom дает очень хорошие результаты. Есть еще и профильные источники. Например, если мы говорим про медицинскую тематику, это точно, если у вас клиника, вы точно должны быть на сбер-здоровье, на сервисе на поправку, на сервисе продокторов. Есть и какие-то профильные источники по медицинской тематике. Если это, например, пластическая хирургия, есть такой сервис агрегатор пластических клиник, все о пластике. Если это стоматология, есть такой сервис 32 ТОП. Поэтому следите за тем, как вы представлены на профильных сервисах и суперспециализированных сервисах, потому что они тоже хорошо ранжируются. Их отзывы на самом деле косвенно, раньше, не знаю, как сейчас, врать не буду, участвовали в отображении вашей карточки. То есть раньше, когда вы вводили, например, какую-то компанию, а на самом деле, мне кажется, и сейчас такое есть. Давайте попробуем фитнес-клуб. Сейчас я попробую и… А, нет, все, убрал. Раньше было такое, что и Яндекс, и Гугл показывали рейтинги с профильных источников. Сейчас такого нет, но я думаю, где-то внутри своих алгоритмов они их учитывают. И так или иначе, пользователи все равно, перед тем, как обратиться в клинику, 100%, да и даже в тот же самый фитнес-клуб 100%, ни один источник отзывов перечитают, чтобы понять, да, стоит довериться этому врачу или нет, стоит ли год своей жизни тратить в этом фитнес-клубе или нет. Поэтому отзывы про вас должны быть хорошие везде. А если они там будут плохие, их надо обжаловать или хотя бы демократично и правильно на них ответить. Потому что клиент обращает на это внимание. Клиент обращает внимание на рейтинг вашей компании просто интуитивно. Я, например, не пойду читать отзывы, если рейтинг компании меньше 4. Ну, просто потому что не хочу тратить время свое, там уже куча недовольных людей в этой компании есть, проверять себя я, наверное, там не буду. Особенно, если это какая-то импульсивная покупка. Если это, не знаю, та же стоматология, например, или медицина, я еще, да, могу там почитать, походить, посмотреть, конкретного врача изучить и так далее. Но если это, например, там шиномонтажка, когда мне надо поменять колеса сейчас и ехать в сервис где 4 или где 4.5, я не буду смотреть отзывы. Я сразу поеду туда, где 4.5, и многие так сделают. Если же мне надо вдуматься, да, посмотреть, что конкретно там вообще происходит, к каким проблемам мне можно быть и нужно быть готовым, уже я спущусь, почитаю отзывы и сделаю финальный вывод о том, стоит в эту компанию обращаться или нет. 72% людей, по данным Google, формируют доверие к сервису на основе отзывов, полученных с картографических сервисов или с других источников отзывов профильных. Я очень рад, что вы активно пишете в чате, и я не перестану на него отвлекаться. Поздравим Веронику тоже с пятерочкой доставкой конверта с хорошим местом. Вероника, поздравляем. Никита пишет, как смотивировать клиента ставить отзывы, как проверять, ведь проверка еще отзывы и так далее, сколько времени на проверку отзыва. Никит, про мотивацию, как оставлять отзывы, обязательно расскажу. Если вдруг забуду, да не забуду, у меня в слайде там такие, расскажу и покажу даже. Виталий, сообщение получил в декабре, в начале февраля, получил только что. Ага, я понял, то есть пять месяцев ушло. Ну, неплохо, неплохо. Вероника пишет вопрос, можно комментарий, пожалуйста. У меня органический рост рейтинга на Яндексе ничего не делал, пока не доросли до 4,9 и пропали с карт вообще. И нас стали бомбить предложениями платной рекламы. Как только купили минимальную, нас вернули на карту и стали публиковать отзывы. А до этого бан прокомментируете, может быть, на мое личное мнение именно так и было. Слушайте, ну не замечал я, честно говоря, за Яндексом, что они прям вот выкидывают вас, потом звонят, предлагают рекламу и после этого добавляют. Мне кажется, это просто какой-то баг у них произошел. И на моей практике всегда, когда какая-то проблема с карточкой возникает, неважно, там, премиум размещение или не премиум размещение, я пишу в техподдержку Яндекса бизнеса и решаю этот вопрос обычно в течение пары дней, максимум недели, если это требует какого-то обновления их базы. Пишет Натали, у нас клиенты говорят, что оставляли отзывы на Google, но почему-то их не публикуют. Они вообще работают? Мне непонятно. Нас не было даже при наведении на подъезд, Вероника уточняет. Слушайте, Вероника, вообще на самом деле кейс интересный. У меня в конце будут, ну если проблема повторяется или повторится, у меня в конце будут контакты, было бы интересно разобрать его прям предметно, что же там такое происходило. Потому что вот такое мигание компании, оно не нормально для Яндекса однозначно. Вот, Натали, будет у меня слайд про ваш вопрос. Да ладно, чего уж там говорить, отвечу на него сейчас про отзывы на Google. На самом деле, действительно, с начала, так сказать, периода спецоперации отношение Google к российскому рынку поменялось, пропала платная реклама, отношение к сервису Google тоже со стороны законодательства поменялось, он стал помещаться как, не знаю, экстремистская организация местами, не помню точно как, но не очень хорошо. Вот, при этом он работает, работает стабильно, клиентов дает, вопрос пользователей решает. Но, действительно, так, уже, наверное, недели три отзывы, которые оставляют пользователи на Google Maps, они не публикуются. То есть они уходят, говорят, ваш отзыв принят, будет скоро опубликован, но не публикуются. Такая ситуация наблюдается последние недели три. Действительно, клиенты оставляют отзыв на Google, и он уходит в небытие, и когда он появится, пока не очень понятно, к сожалению. Почему важно работать с репутацией, в том числе на профильных источниках? Вот посмотрите выдачу по запросу. Может быть, плохо видно, я тогда буду зачитывать. Стоматологическая клиника в Москве. Первый экран – это у нас, конечно, LocalPack, да, три компании. Все три компании так или иначе с сформированным рейтингом, куда люди могут зайти, почитать отзывы. И что пошло дальше, да, второй экран поиска. Это уже у нас идет органическая выдача Google и так называемый SERM, да, Search Engine Repetition Management. То есть компании-отзывики там ранжируются, и очень важно быть представленным на них тоже с хорошим рейтингом, хорошей репутацией. Потому что раз, два, три компании по запросу стоматологии в Москве – это компании как раз таких агрегаторов. И недостаточно ранжироваться хорошо на Google, на Яндексе. Важно зачастую ранжироваться хорошо на этих сервисах, потому что им пользователи доверяют. Они видят, ага, 1629 стоматологий. Пойду-ка я посмотрю, какие из них самые лучшие. И именно там вы должны быть тоже представлены хорошо. В Яндексе ситуация еще более интересная. Первый экран у нас, конечно, каруселька от Яндекс.Карт. А второй экран – раз, два, три, четыре, пять компаний от завигов-агрегаторов. То есть смысла продвигаться вообще нет. Есть смысл только в том, чтобы быть хорошо представленным на картах и хорошо представленным на агрегаторах отзывов. Еще немножко статистики от Google Business Research. 78% пользователей подтверждают, что ответ на отзыв заставляет почувствовать, что компанию действительно интересует их мнение. Поэтому очень важно на отзывы отвечать на положительные, на отрицательные, на нейтральные. Даже на те, которые оставили вашу компанию, но не про вас. По ошибке. Негативный отзыв уже отбивает потенциальное желание обратиться в компанию 26 клиентов. Разнообразим немножко наше общение. Разберем кейсы плохих отзывов и хороших. Я прочитаю отзыв про ресторан какой-то от Виктора, местного эксперта на Яндексе. Достаточно странное место среди коллег, называемое Ханиловка. Ходим туда исключительно на обед, поэтому основное меню оценить не могу. Посещаем исключительно из-за отсутствия альтернатив в районе. Полный обед 250 рублей. На самом деле Виктор красавчик и написал, что, ну да, есть такое заведение, там на самом деле достаточно доступный обед. Поставил троечку, бизнес-ланч. Ну, наверное, там, ну, наверное, настроение такое у него было. Ну, что сделать с Виктором? Ответ владельца не заставил себя долго ждать. Писать такое в публичную – это как минимум хамство. Тем более, когда вас эти люди каждый день кормят вкусно, по-домашнему и очень дешево. И еще 12 раз бесплатно. В таком длинном предложении ни одного знака припинания – это так для справки. Если вам как-то не так ответила официантка в запаре, то можно пожаловаться администратору, а не писать гадости, гадости, да, через «Т» в историю заведения. Попрошу вас больше к нам не ходить. Там есть и вкусняшка, и хинкальная, и Александра, и т.п. Так что к нам не заходите. То есть клиент, ну, пришел, ну, оставил он отзыв, что у тебя, да, бизнес-ланч, не знаю, как тебя кормят, ну, просто потому что у него в Яндексе, наверное, это заведение попалось с предложением его оценить. Ну, он оценил. Но такой ответ, он мало того, что Виктора с его компанией, ну, точно от себя отбил на года вперед, так и потенциальные люди, которые не знают это заведение, зайдут туда, почитают такую реакцию администрации, уж точно никогда в эту компанию не обратятся. Поэтому в таком ключе не надо отвечать, не надо спорить с клиентом, доказывать свою правоту. Всегда лучше это свести куда-то в личное общение, а на публике выглядеть достойно и красиво. Так, как выглядит вот такая, так, как выглядит эта клиника. Читаем, отзыв оставлены на Google Maps. Шарага, а не медицинский центр. Цены – космос, а врачи – отставники медицинских МЧС. Медицинских, какое-то слово непонятно, уентос, ну, наверное, медицинских учебных центров МЧС. Не рекомендую. Только один врач-инфекционист был хороший, реально помог грипп вылечить, но и она уже там не работает. Оставил Сергей Владимирович. Ответ владельца. Уважаемый Сергей Владимирович, да, вот, уважаемый, да, несмотря на то, что отзыв негативный, но все равно с уважением к клиенту и по имени-отчеству владелец обращается. В нашем центре работают два врача-инфекциониста, и никто из них не увольнялся. То есть с самого первого предложения сомнению отзыв подвергается у того, кто будет в дальнейшем этот тудив читать, чтобы узнать, что там вообще получилось. Хотелось бы отметить, что никто из врачей нашего центра ранее в МЧС не работал. Возможно, вы ошиблись и писали о другом центре. Второй раз владелец подвергает сомнению этот отзыв, и уже складывается мнение у потенциального клиента, что, наверное, клиент действительно ошибся. Но дальше владелец продолжает еще лучше отвечать. Для детального рассмотрения вашего обращения просим вас сообщить подробности одним из нижеперечисленных способов. То есть он не отнекивается от проблемы клиента, а все равно хочет в ней разобраться. Этого дорогого стоит. И говорит о том, что вы можете написать в личном кабинете на нашем сайте, в мобильном приложении, доступном для скачивания, по электронной почте. То есть он в своем ответе намекнул на то, что мы на самом деле еще... Личный кабинет у нас есть, у нас есть приложение, которое ты можешь скачать, вот тебе ссылка. У нас есть электронная почта, где мы будем рады выслушать твое обращение. Ну и для верности еще и публикует свои контакты и список всех медицинских центров, в которые можно обратиться. Отличный ответ. Рекомендую заскриншотить и переработать под свой скрипт общения с такими клиентами, чтобы гасить их негатив и даже давать какую-то рекламку в рамках ответа на их отзыв. Анастасия, к сожалению, от нас убегает. Запись ли будет, она спрашивает. Да, запись будет. И подсказали уже даже ссылки, где их искать. Есть обратная связь от Галины о том, что есть такая проблема с Яндексом. Они не добавляются, а с Гуглом все окей. Вопрос, кто эти отзывы в Яндексе публикует. Если это реальные отзывы, я разберу чуть ниже потом, как Яндекс считает, отзывы реальные или нереальные, как у него проходит система антифрод, и как мотивировать клиента эти отзывы оставлять. Если с Гуглом у вас все окей, и у вас есть отзывы, которые оставлены в течение последних трех недель, вот я бы хотел, чтобы вы мне их показали, потому что я подобное не замечал. Мне прям хочется верить в то, что Гугл вернулся, хотя бы локально, со своей репутационной историей, со своими сервисами, полноценно работающими к нам обратно. У Михаила тоже обратная связь. Такой же у нас с Яндексом. Многие клиенты оставляли отзывы, но их не опубликовали. В техподдержке сказали, что не публикуют отзывы, а оставлены непосредственно прямо на месте. Очень странно. А где же люди должны оставлять отзывы? Михаил, очень странный ответ от Яндекса, потому что я общался с... Видно, или какой-то сотрудник в техподдержке попался некомпетентно, или у них действительно что-то поменялось, потому что я когда общался с ребятами из Яндекс.Бизнеса, в частности из Яндекс.Кар, тоже, и мы с ними обсуждали проблему, я им говорю, ребята, у меня реальная проблема. Я обращался в компанию, которая занимается установкой ворот. Я к ним не ездил, я просто нашел их на Яндекс.Картах, там в Яндексе, позвонил им, они приехали ко мне на дачу, они установили ворота, они уехали. Я оставил про них отзыв, и вы этот отзыв не опубликовали. Почему? И мне говорят, что мы его не опубликовали, потому что ты, по нашим данным, в этом районе никогда не находился, Петр. Поэтому, так как ты там никогда не находился, мы посчитали, что ты в этой компании не мог оставить заказ, не мог заказать какую-то услугу, поэтому твой отзыв отклонили. Напиши в техподдержку, ребята там изучат детально, и как бы исправятся, опубликуют твой отзыв. Я написал, действительно, опубликовали мой отзыв, но информация абсолютно противоположная. противоположная вашей. То есть сотрудник, который отвечает за систему обработки фейков, антифрод-защиты, защиты от накруток, за всю эту историю отвечает, он говорит абсолютно обратную историю, что мы не видели, что ты там был, поэтому мы тебя завернули. И на моей практике это подтверждается. То есть система мотивации, которую мы там разрабатываем, внедряем в определенные бизнесы, они нацелены как раз на то, чтобы клиент оставлял отзыв, когда он находится в этом заведении. Потому что странно, да, оставить отзыв о компании, о ресторане, например, о фитнес-клубе, если ты в этом фитнес-клубе никогда не был. Ну, очень странная история, поэтому если прям такой ответ техподдержки есть, пришлите мне его, пожалуйста, я вот с коллегами из Яндекса обсужу, что же у них там такое поменялось, что техподдержка такими советами сыпет. Плюсую к Михаилу, все мне клиенты показывали порядка 30 отзывов, ни один не опубликован был Яндексом за определенный период. Яндекс говорит, у нас много критериев, то, что ни одного не опубликовано, это очень сомнительно. Очень сомнительно, Вероника, и вот тоже у меня в конце будут мои контакты, буду рад с вами вот ваш кейс разобрать, можно даже там коллег из Яндекса подключить, более там авторитетных, которые смогут подсказать, а что же там пошло не так, потому что, ну, надо понимать, что Яндекс – это такая огромная машина, которая может давать сбои. И вполне возможно, что конкретно в вашем случае что-то пошло не так. Вот Игорь говорит, что к вашему Wi-Fi, возможно, подключали, отзыв оставляли, Яндекс его не публикует. Может быть, в этом ситуации, но, ну, вполне может быть, и в этом ситуации, хотя мне кажется, вот я вот лично такой человек, я не подключаюсь к чужим Wi-Fi, я как-то вот опасаюсь, поэтому мне кажется, из 30 человек наверняка были и такие люди, как и я, которые не подключаются к такой истории. Продолжим дальше. Мы сегодня разберем обязательно ситуацию, как заставлять клиентов писать положительные отзывы, добиваться того, чтобы они публиковались, но сначала я хотел бы разобрать ситуации, а что делать с негативными отзывами, с фейковыми отзывами для того, чтобы улучшить репутацию. Потому что улучшать рейтинг компании мы можем двумя способами. Мы можем, а, уменьшать количество негативных отзывов, чтобы рейтинг рос, или, б, добиваться большего количества положительных отзывов, чтобы рейтинг рос. В любом сервисе есть кнопочка «Пожаловаться», где можно написать, почему вы считаете, что этот отзыв нужно обработать и отклонить. У разных сервисов разные причины, по которым отзыв можно обжаловать. Например, в Яндексе нельзя материться, а в Гугле, например, можно материться, и такие отзывы не отклоняются и так далее. Причину поисковик подскажет вам сам, главное ее правильно описать и донести, что она действительно такая. Хочу рассмотреть с вами реальный кейс компании, с которой я работал. Это мой знакомый открыл... Господи, вот до сих пор я говорю ему, Антон, зачем ты это открыл? Открыл компьютерный клуб в 21-м году. Открыл компьютерный клуб, и почему-то так получилось, что прямо как он его открыл, на него пошли фейковые отзывы. То есть там с разницей в два дня оставили пять фейковых отзывов. Ну, фейковые отзывы там абсолютно точно были, потому что там и цены были не те указаны, и параметры компьютеров были указаны не те. И пользователями они были оставлены, которым нигде больше отзыва не опубликовали. То есть пять человек пришли, и с разницей в два дня каждый из них оставил по отзыву именно на это заведение. И все эти отзывы прошли. Да, это, кстати, к вопросу антифрод-системы Яндекса. Такие отзывы проходят вообще на ура, на хорошо. Что было сделано? Эти отзывы были обжалованы, и практически сразу на жалобу по каждому из этих отзывов был получен ответ. Я дословно его зачитаю. Мы рассмотрели вашу жалобу на отзыв такой-то, к организации такой-то, и заключили, что он выражает субъективную оценку пользователя относительно услуг организации. Яндекс не может однозначно установить актуальность и достоверность информации, изложенной в отзыве, а также не усматривать нарушение правил публикации, размещенных по адресу. По этой причине отзыв не может быть снять с публикации. Надеемся на ваше понимание. То есть Яндекса не смутило, что пять человек с разницей в один день оставили негативные отзывы, нигде больше ничего не писали, и ни один из этих отзывов не был обжалован. И такое действительно бывает. Просто потому, что часто такие жалобы автоматически рассматривает робот. И вот этот ответ, он был также от робота. То есть алгоритмы Яндекса не усмотрели пока еще от какого-то нарушения, какой-то фродовости во всей этой истории и ответили мне стандартным сообщением. Я не отчаялся, и вы тоже не отчаиваетесь никогда. Просто напишите в чат Яндекс.Бизнеса или в техподдержку Яндекса. Лучше писать в чат Яндекс.Бизнеса. Там ребята всегда на связи, всегда прям авторитетные, компетентные и прям молодцы, мне очень нравятся. Я написал им о том, что, друзья, так и так, вот у меня такая проблема, фейковые отзывы, но ваша техподдержка почему-то не обработала их. Можете подсказать, почему? Коллеги из Яндекс.Бизнеса уже пошли ножками, ручками, реальными письмами к сотрудникам Яндекс.Карт. К сотрудникам Яндекс.Карт. Да, Михаил Милордов, он у всех, так же, как и Полтон Щукин в поиске Яндекса. Отдельно потом расскажу про эту историю. Так вот, они дошли к сотрудникам из Яндекс.Карт, к Михаилу Милордову, наверное, лично. И там уже сотрудники ответили мне, что спасибо, что помогаете делать наш сервис лучше, мы получили ваше обращение, результат проверки вы сможете увидеть через несколько дней. То есть это был уже кейс, когда не робот рассматривал мою жалобу, а уже реальному сотруднику на стол положили этот тикет, этот запрос, и он пошел его проверять. И результат не доставил себя долго ждать. Отзыв был опубликован 21 января. На все общение я потратил где-то там 6 дней, 27, кажется, да? Да, 28, 27, 21 декабря мне отказали в жалобе на обжалование отзыва. Потом я общался, 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 получил ответ 28 декабря в 2 часа ночи от Михаила Милордова, что рассмотрят ситуацию. И 5 января отзыв был удален. Мониторивая удаление отзывов через платформу RepoMeter, она как раз фиксирует, когда был отзыв опубликован, какая у него была история изменения текста, если такое было. есть возможность обжаловать сразу отзыв из платформы. Но что самое, мне больше всего нравится, то, что идет фиксация того, что отзыв удален и что жалоба моя была отправлена не зря. Поэтому 7 дней – это нормальный срок, в течение которого отзыв сотрудники Яндекса вручную рассмотрят и удалят. Главное, этот процесс запустить. А про Михаила Милордова я могу рассказать хорошую историю. Действительно, у Яндекса есть такая практика, когда они называют сотрудника техподдержки всегда каким-то одним именем. И вот в сфере SEO, когда пишут что-то оптимизаторы или рекламодатели про то, что мой сайт плохо индексируется или мой сайт не виден в поиске или помогите что-то, что-то, отвечает всегда Платон Щукин. Так вот, мне коллеги из Яндекса говорили, что у них даже такой человек числится в компании. И потому что часто бывает такое, что звонят на ресепшн в колл-центр или даже приходят в центральный офис Яндекса и говорят, дайте мне Платон Щукин, это ваш сотрудник, хочу с ним пообщаться, не знаю, лицо ему набить или спросить, что с моим сайтом и так далее. И у девочек, которые сидят на ресепшне, у них этот сотрудник есть, и он все время в отпуске. И они такие говорят, ой, вы знаете, он в отпуске, вы знаете, он в отпуске. Потому что, ну, настолько уже этот такой стал популярный кейс, что Платон Щукин, где он, дайте мне с ним пообщаться. Люди думали, что это реально такой человек, хотя на самом деле таких Платонов Щукиных там миллион и Михаилов Милордов, Михаилов Милордовых, я думаю, тоже очень-очень немало. Немножко о сроках удаления отзыва в 2GIS отзывика Елзун. В принципе, там их тоже опровергнуть можно. Единственное, что очень важно запросить какие-то подтверждающие идентификационные документы у того, кто отзыв про вас оставил. 2GIS дает на это 3 дня, если в течение 3 дней пользователь такие данные не предоставил, то отзыв удаляется. Перед тем, как перейти к блоку мотивации, как оставлять, как мотивировать клиентов на то, чтобы отзывы оставлять, я рассмотрю быстренько вопросики. Вопрос от Яны, что была ситуация, когда клиенты, тренеры написали 3 отзыва в клубе и при нем их удалили, хотя все были позитивные, говорили также о фитнесе, где тренер работает. Слушайте, ну очень странная ситуация. Вы пишите, потому что я всегда пишу отзыв, находясь в заведении, они всегда хорошо проходят. Хотя не очень понятно, кто удалил клиентки или Яндекс. Вопрос от Вероники, уточнение от Вероники. Реальная ситуация исправилась молниеносно, когда я оплатил рекламу. Совпадение? Не думаю. Хотя может быть и совпадение. Вопрос от Яны. Ответ техподдержки, конечно, был очень странным. Так, 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 так. Уточнение от Вероники. У меня сильно малый локальный бизнес, фитнес-студия. Меня Яндекс, я так понимаю, считает в одной из категорий с полноформатными клубами и предлагает мне бюджет бешеный для малого бизнеса. И только когда акции от правительства Москвы на два месяца подключить рекламу со скидкой, я ее подключила с менеджерами, намучилась ужасно, но на картах тут же стали публиковать все отзывы и так далее. Магия. Слушайте, ну, на самом деле, да, действительно стоит следить за акциями от Яндекс.Бизнеса. У них часто проходят акции совместно с правительством региона, в котором они представлены. сейчас, например, проходят акции у них в контексте. Я знаю, что они дают кэшбэк 100% за деньги, потраченные там в апреле, в мае относительно для компаний, которые в течение этого года в Яндексе не продвигались. Поэтому попробовать Яндекс.Бизнес, ну, уж точно стоит. Я думаю, вы хорошо попробовали их форматы, оценили, научились работать со статистикой и так далее. Это, безусловно, полезно. Вопрос от Никиты, сколько стоит сервис, так как на сайте нет цен. Никит, в сервис стоит, насколько я помню, 600 рублей за филиал, то есть, в зависимости от того, какой размер вашего бизнеса такая математика считается. Кажется, 600 рублей было. Могу ошибаться, может быть, чуть-чуть подняли, но плюс-минус такие цены. Вот, и в рамках одного филиала можно работать с несколькими десятками источников. Отвечать на отзывы, мотивировать клиентов, считать статистику, обжаловать их, позиции снимать по картам и так далее. И про мотивацию. Да, сегодня уже был вопрос. Давайте рассмотрим про то, как мотивировать клиентов оставлять отзывы. Во-первых, во-первых, что самое главное, нельзя стесняться просить клиента оставить отзыв. Реальный пример из жизни. Я заказал доставку гироскутер на работу. Приехал курьер, показал мне гироскутер, я кружок проехал, расплатился, все хорошо, все здорово. Сказал ему, спасибо большое, выход там. Он такой говорит, слушайте, Петр, все понравилось, если вы можете отзыв про нас оставить. Я ему говорю, да, конечно, могу, выход там. На что мне курьер вежливо, причем я вежливо, но в меру настойчиво, говорит, что, слушайте, у вас же компьютер рядом, давайте вот прямо сейчас сядем, вот смотрите, подвиньтесь, пожалуйста. Вот наша компания как раз в Яндексе, вот сюда вот надо вам отзыв написать, и вот не забудьте еще номер заказика в отзыве указать, потому что это очень-очень важно. Я немножко был в шоке, но отзыв оставил, а потом спрашиваю у него, Виталий, зачем вы меня просили отзыв оставить? У вас еще полная машина заказов, еще разводить-развозить. И мне Виталий ответил, что вы знаете, вот я вам гироскутер привез, мне 200 рублей компания платит, а то, что вы отзыв оставили, еще 300 сверху. Поэтому я более чем замотивирован вас об этом попросить. Мотивируйте своих сотрудников просить клиентов оставить отзывы. Давайте им инструменты для того, чтобы они этот отзыв просили оставить удобно. Можно просто просить оставить отзыв. Недавно приезжал поменять колеса, меня шиномонтажник просто попросил оставить отзыв на Яндекс.Картах. Просто словами подошел и сказал, слушай, братан, по-пацански оставь отзыв, а тут там шиномонтажка рядом открылась, про нас фейковые какие-то отзывы написали, и что-то как-то это, тяжеловато сейчас. Оставь пятерочку. Оставил, конечно, почему нет? Но самый ваш основной инструмент – это сотрудники. То есть сотрудники должны мотивировать клиентов оставить положительный отзыв. Они могут это делать просто потому, что у них есть такая задача. Каждого, кого вы там обслужили, колеса поменяли, заказ привезли, блюда в ресторане принесли, попросить оставить отзыв. Но для них это должно быть удобно, для клиента это должно быть удобно. То есть лучше, если они не просто будут просить оставить отзыв, а еще и подскажут вашему клиенту, где оставить отзыв и как его оставить. Например, дадут ему QR-код, который он может сразу просканировать, перейти на источник и оставить отзыв. Отправят ему ссылку через SMS-ку или через мессенджер, чтобы он не искал вас в навигаторе, не знаю, не дай бог, нашел другой фитнес или другую стоматологию, не туда вставил отзыв. Поэтому важно упростить работу клиента и упростить работу вашего сотрудника. То есть сотрудника мы мотивируем и даем ему инструменты, которые помогают эти отзывы от клиента собрать. Инструменты бывают абсолютно разные. E-mail рассылки, SMS-ки, мессенджеры, какие-то дополнительные мотивашки для клиента, типа бонусы, скидки, бесплатная тренировка с тренером или скидка на эту тренировку и так далее. Потому что постоянный приток положительных отзывов увеличивает вашу позицию на картах. И это действительно так, мы сейчас рассмотрим кейс с исследованием об этом. Очень важно, чтобы, как бы так правильно вам сказать, чтобы ваши сотрудники были мотивированы на эту работу. То есть у них, я не знаю, может быть даже какой-то KPI на отзывы, которые они получили в течение месяца и так далее. И очень важно не останавливаться. То есть, если даже вы добились пятерочки, не надо эту историю прекращать делать, потому что динамика отзывов должна быть положительная. Именно новых отзывов, не обязательно даже пятерочек. Несколько советов по тому, как поднять вашу компанию выше в локальной выдаче. На всех не будем останавливаться подробно. Слайдик этот будет, поэтому я побежал дальше. Почему рейтинг не решает? Вот немножко, да, побезобразничаем сегодня с вами, рассмотрим, как ранжируются два заведения и какие принципы их ранжирования на Google есть. Запрос «Стриптиз-клуб Санкт-Петербург». В блоке локальной выдачи показывается три клуба, как мы знаем всегда, три компании показываются. И вот клуб, который на втором месте, у него рейтинг 3,9, а клуб, который на третьем месте, у него рейтинг 4,1. Кто мне скажет, почему так? Почему компания, у которой отзывов больше, да, тут 114 отзывов, у которой рейтинг больше, показывается ниже, чем компания, где рейтинг 3,9? Барабанная дробь. Видимо, оставляли. Оставляли отзывы? Да. Те, кто первый раз отзывы. У местных экспертов больше 3,9. Ага. То есть и Никита, и Диана предполагают, что более авторитетные пользователи оставляли отзывы во втором клубе, ближе находятся к месту поиска, неактуальна информация. Я проанализировал, почему, и выяснилось, что в клубе, где рейтинг меньше, там отзывы оставляли, как бы так правильно, там более свежие отзывы есть. А клуб, где тоже рейтинг и выше, и отзывов больше, последний отзыв там был оставлен 6 месяцев назад. И это действительно так. И Яндекс, и Гугл сейчас очень большое внимание уделяют тому, что про вашу компанию оставлены свежие отзывы. Потому что если ваша компания, если ваша компания вдруг закрылась в пандемию, то про нее отзывы не пишут, поэтому какой повод мне эту компанию показывать высоко. Так думает Яндекс, так думает Гугл, так думает любой поисковик. И это действительно так. Поэтому старайтесь показать Яндексу и Гуглу, что ваша компания живет, развивается, что про нее отзывы оставляют. Да, даже негативный отзыв, но это отзыв от человека, который туда дошел, и который даже ответ на этот отзыв получил. Это повод того, чтобы компанию показывать выше. А в другом клубе отзыв был оставлен 6 месяцев назад. Ответа на этот отзыв нет. Поэтому у Гугла щелкает алгоритм, что может быть эта компания уже не работает. Поэтому при прочих даже более высоких параметрах рейтинга и количестве отзывов эту компанию покажу чуть-чуть ниже. Поэтому отзывы про вашу компанию должны быть постоянно. Не допускайте перерывов в месяц, в 2 месяца. Лучше каждую неделю по отзыву. Как быстро писать ответы на отзыв, спрашивает Виталий, есть ли какая-то рекомендация? Да, есть рекомендация. Например, выделить под эту всю историю человека ответственного или там, я не знаю, агентство, которое вас ведет по репутационному менеджменту. и просто бить его по рукам, если он на эти отзывы отвечает очень долго. Тот же сервис Репометр, он собирает отзывы со всех источников в рамках одного окна, и в рамках одного окна на все эти отзывы можно отвечать. И потом смотреть, как быстро этот сотрудник нам на эти отзывы отвечал, не было ли там каких-то перерывов. Слушайте, через час это прям про уровень, мне кажется. Да, мне кажется, если вы отвечаете на отзыв в течение дня или даже в течение двух, это очень хорошая скорость. Уведомление о том, что вы на отзыв ответили клиенту поступит, новые клиенты это увидят, поисковики это тоже заметят. Немножко из разряда магии. По запросу «Поесть бургер» Google Maps показывает мне компанию Burger Heroes, которая находится в 36 километрах от меня. 36 километрах. То есть, да, вот тут полтора километра, 1,6 километра, 6,4 километра, 1,9 километра и 36 километров. Просто потому, что там в феврале было оставлено 325 отзывов на Google Maps. И настолько высокий фактор, этот оказался для того, чтобы эту компанию мне показать, несмотря на то, что ехать мне до нее очень-очень-очень далеко. Собственно, на текущий момент я наблюдаю, что отзывы на Google не публикуются, к сожалению. Вот были сообщения о том, что у нас в самом деле публикуются. Если вы поможете мне такие кейсы прям показать, я в конце дам свои контакты, я прям буду вам очень признателен. Но на что влиять, чтобы лучше ранжироваться на картах все равно. И на самом деле эти советы, они применимы и для Яндекса в том числе. Во-первых, используйте ключевые запросы в описании компаний в ответах на отзывы, потому что их учитывает Google. То есть не всегда можно написать фитнес-клуб. по большому счету, карточка вашей компании это сайт. Как поисковик ранжирует сайт? Он смотрит, а какие ключевые слова на этом сайте есть, в контенте этого сайта есть, и по этим ключевым словам с учетом алгоритмов, многофакторности выстраивает результаты поиска. Абсолютно такая же ситуация с Google Maps. То есть Google Maps, карточка компании в Google Maps это сайт. И чем больше, ну, с определенной плотностью ключевых запросов в этой карточке есть, тем лучше эта карточка по этим запросам ранжируется. Ключевые запросы вы можете указывать в ответах на отзывы. О чем я говорю? Например, мы вернемся к тому же самому запросу фитнес-клуб. Вот смотрите, запрос фитнес-клуб рядом. В сниппет подтянулся отзыв хороший фитнес-клуб. Подтянулся отзыв спортивный клуб, хороший клуб, отличное место для тренировки тела и духа. То есть Google учитывает и тексты отзывов, и ответы на тексты отзывов. Поэтому важно не просто отвечать на отзывы, например, спасибо, когда про вас написали что-то хорошее. Обязательно учтите свои ключевые запросы. Спасибо, Василий, что посетили наш фитнес-клуб. Наш индивидуальный тренер Алексей передает вам привет и ждет вас на новой персональной тренировке. Индивидуальный тренер, персональные тренировки, фитнес-клуб. Все это мы учли в ответе на отзывы, по этим запросам станем лучше ранжироваться. Ссылки на карточку компании. Как и в продвижении сайта, есть такой фактор как ссылочное ранжирование, то есть когда на один сайт ссылается другой сайт, сайт, на который ссылается, то есть сайт ссылка, он ранжируется лучше. Есть определенные инструменты по линкбилдингу, в частности вот платформа SEO Wizard, куда можно или платформа SAID, или еще куча других платформ есть, куда можно просто добавить ссылку на карточку своей компании, и она будет выше показываться. Если у вас есть сайт, обязательно дайте ссылку на карточку своей компании со своего сайта, чтобы лучше ранжировать эту карточку в Гугле и в Яндексе. Естественно, карточка должна быть заполнена полностью, указаны услуги. Вот на самом деле мы сейчас разбирали пример. Я вот не поленюсь, прошу прощения, что, конечно, дергаюсь все время. Я не поленюсь, вот как раз, ой, безобразие какое. Вот смотрите, спортзал бомба в Зеленограде, услуги фитнес-клуб. То есть эта компания не поленилась заполнить раздел услуги на Гугле. А ниже ранжируется компания Joy Fitness Studio, где никакие услуги не указаны. То есть там, где у нас есть текст релевантной в отзыве, подсвечивается текст релевантной в отзыве. Там, где у нас этого текста нет, подсвечиваются услуги. Но некоторые компании ленятся и не указывают ни то, ни другое. Вот юность, например, тоже, не захотели указывать радость, не захотели указывать, что они на самом деле фитнес-клуб поэтому не ранжируются по этому запросу. Ну и, конечно, обработка негативных отзывов. И обработка вообще всех отзывов влияет напрямую на то, как ваша карточка ранжируется. Что влияет в Яндексе? Да, мы до этого разобрали Google. А что влияет в Яндексе очень-очень сильно на то, чтобы показываться выше? Понятное дело, что первый экран занимает всегда премиум размещение. Это зеленая метка. Компания выводится выше, чем все остальные. Но давайте разберемся, по какому принципу ранжирования внутри премиума происходит. На первом месте Тануки 4.4, на втором месте Темпл Бар 4.3, на третьем месте Колбасов 4.4. При этом в Темпл Баре рейтинг меньше, но показывается он выше Колбасова. Как вы думаете, почему? Спойлер, в Яндексе это не новизна отзывов. И барабанная дробь, кто пришлет первый ответ, по какому принципу ранжируются компании в Яндексе в рамках премиума размещения. Немножко статистики. Оценок у Темпл Бара меньше, рейтинг меньше. Вложение в рекламу, кто платит больше. Ну да, кстати, может быть, ставка за клик. Я думал сначала, что по количеству отзывов, потому что, да, что такое оценки? Оценки это и отзывы, и так называемые оценки. Непосредственно текстовых отзывов все равно в Темпл Баре было меньше. На самом деле, просто в Темпл Баре владельцы отвечают на абсолютно все отзывы, а Колбасов ответы на отзывы игнорирует от слова совсем. Поэтому, несмотря на то, что премиум размещение, несмотря на то, что рейтинг больше, отзывов больше, просто потому, что Колбасов не отвечает на отзывы, он показывается ниже, чем заведение Темпл Бар, поэтому обязательно отвечать на отзывы, обязательно отвечать на все отзывы. И я видел вопрос, и сейчас давайте отвлекусь немножко на вопросы от Ольги. Стоит ли отвечать на несодержательные отзывы вроде норм клуб хожу два года что на это можно ответить ну смотрите отвечать точно нужно на отзывы даже если этот отзыв поставлен был 10 лет назад вчера неважно вот если вы задались вопросом работать с геосервисами первая ваша задача пойти ответить абсолютно все отзывы и после этого обжаловать абсолютно все отзывы которые вы считаете там фейковые негативные от конкурентов ваших ли почему-то еще а так отвечать можно в соответствии с правилами коммуникации вашей компании может быть вы может быть у вас там крутой смм-щик сидит и на этот отзыв можно ответить так типа норм клуб хожу два года ответить можно норм чел ходи еще можно ответить как-то да стандартно там рады что вы являетесь нашим постоянным клиентам будем рады видеть вас снова и не забывайте в отзывах всегда какую-то там историю до расписать или ключевой запрос употребить или про какую-то акцию рассказать например там спасибо за то что являетесь нашим клиентом будем видеть и рады вас снова также хотим вам сообщить что каждую пятницу в нашем я не знаю там клубе проходят открытые занятия по боксу будем рады там увидеть вас в деле например нет мы наверное немножко перепутали а нет яндекс говорит что конкурсная основа смотрите я думаю мы просто перепутали муху котлет ставка влияет на то как высоко компании показывается в яндекс директе то есть контекстной рекламе там действительно если вы говорите что вы готовы платить 100 рублей за клик конкурент другой говорит что он готов платить 150 рублей за клик будет показываться конкурент за 150 рублей за клик мы же сейчас разбирались с вами премиум размещения в яндекс картах там оплата не за клик там оплата по подписке то есть вы платите определенное количество денег за квартал там за полгода за год и вы показываетесь выше чем обычные смертные но среди так сказать тех кто показывается выше чем обычные компании тоже существует принцип ранжирование и мы сейчас разбирали как раз какие именно там оплата не за клик там оплата не отставки там оплата от каких-то внутренних факторов и мы сейчас разобрали что выше ранжируются при прочих равных компаний где идет стопроцентная обработка всех входящих отзывов более того отвечать на отзывы можно даже через тот же яндекс одним кликом есть еще и там сервисы типа репометра где можно шаблонные ответы подготовить и прям моментально всю эту историю делать обрабатывать рекомендую очень для тех кто хочет прям погрузиться в историю локального продвижения сфотографировать ссылочку сохранить себе ее и почитать исследование локальных факторов от зарубежной компании мос что там влияет больше всего в google и на самом деле это применимые к яндексу в том числе ну и давайте подытожим что мы будем терять если вашей компании с отзывами не будет работать ну во первых конечно деньги потому что если мы не работаем с отзывами у нас маленький рейтинг у нас маленькая видимость у нас маленькая конверсия в целевое действие да то есть мы можем показываться на картах но человеку компанию с маленьким рейтингом даже нет желания там позвонить построить маршрут как даже почитать отзывы во вторых мы теряем цену информацию от потребителей пример вот как раз из той же истории с компьютерным клубом когда я рассказывал что смотри антон есть google maps там про тебя пишут отзывы тебе надо на них отвечать чтобы хорошо ранжироваться чтобы быть там выше всех чтобы быть и гиги были слушай ну чё там буду отвечать ну блин что там очень интересного пишет вообще кто-то что ты пишет и он открыл отзывы чтобы почитать что вообще пишут про его компьютерный клуб google maps отзывы на самом деле положительные все типа место норм все хорошо но почти в каждом третьем отзыве была жалоба на то что дверь в санузел не закрывается то есть уже две недели клуб работает уже пошла какая-то динамика по отзывам и каждый третий человек жаловался на то что дверь там не работает вот такая вот цена информации была от посетителей до которой владелец на самом деле дойти догадаться почему-то не мог и очень часто там действительно можно найти инсайты для своего бизнеса да узнать например что заведение бывает грязно или о том что например тоже вот я узнал от была такая проблема с компанией лерон мерлен когда тоже анализировали их ситуацию у них было все везде в принципе хорошо они и системы мотивации для того чтобы оставить отзыв в насилие но в одной точке в одном магазине в химках у них отзыв был ниже чем все остальные примерно на где-то там в районе четырех то есть везде ли ура мерлин 4 8 4 9 а там 4 и когда мы начали разбираться почему а отзывов много да там тысячи отзывов оказалось что по вечерам доблестные сотрудники гибдд встают около этого магазина а там так вы сделан что человек выезжая из магазина случайно едет по встречке и вот эти доблестные сотрудники гибдд ловит посетителей магазина которые выезжали довольные купив там новую не знаю там новый шпатель за 200 рублей за ромерлен останавливали этого довольного покупателя и на месте брали с него штраф 1000 так 5 и таких отзывов было полно и негатив был к магазину хотя это был виноват сотрудники бдд но они выезжали по территории магазина где что-то там напутали со знаками и из-за этого там люди попадали и о такой проблеме не знал никто потому что ну просто потому что никто не знал а когда все это узнали естественно там пригнали потом ребят которые всю эту разметку поменяли и вроде даже там какое-то внутреннее расследование завели по этим гаишникам безобразникам мы просто вот такие ситуации можно там подчеркнуть естественно вы теряете лиды потому что любая карточка она нацелена на то чтобы приносить вам лиды причем любой геосервис вам эти лиды показывает и оцифровывать он говорит вам сколько у вас было звонков сколько у вас было маршрутов сколько у вас было переходов на сайт и всю эту историю можно вполне оцифровать и сравнить с другими каналами если например говорить про тематику вот я знаю точно автосервисы потому что с ней плотно работал там лид из яндекс карт обходится в три раза дешевле чем лид из контекста только лид из села канала получается дешевле или сравнимый но на долгосрочной перспективе потому что все у компании обычно работают долго поначалу еды села тоже несущественно там выбивают хорошую цену ну и конечно если вы не работаете с отзывами вы теряете возможность повлиять на свой рейтинг потому что еще раз для того чтобы повысить рейтинг у нас есть два решения мы можем и добиваться того чтобы про нашу компанию чаще писали положительные отзывы или добиваться того чтобы отрицательные отзывы про нашу компанию пропадали работайте с этим обязательно это не так сложно небольшой тизерочек про сервис репометр который если не показывал можно там и с отзывами работать и позиции в картах анализировать и статистику в одном месте собирать и что там только можно не делать рекомендую попробовать первые 14 дней абсолютно для всех независимо от размера компании бесплатно рекомендую ссылка соответственно репометр точка ком и еще и еще и еще и еще я очень хочу с вами на самом деле подробнее пообщаться если у вас есть какая-то проблема если у вас есть задача по определенному росту вашей компании в геосервисах если вы хотите получить бесплатный аудит о том какие у вас сейчас есть проблема в геосервисах и потенциальные точки роста не поленитесь пожалуйста несмотря на то что сегодня пятница напишите мне на почту напишите мне в телефон ватсап telegram о том что у вас за бизнес какие у вас есть текущие проблемы какие у вас есть задачи с которыми вам нужна помощь консультация абсолютно бесплатно наши сотрудники проведут аудит подскажут точки роста и помогут при необходимости эти точки роста реализовать если остались какие то вопросы я готов на них ответить сейчас или в будущем контакты мои указаны на слайде отдельно хочу поблагодарить вас за такую активность несмотря на то что не пятница хорошая погода интересные вопросы реальные кейсы где вам оставить отзыв вероника отличная шутка мне очень понравилось можно зайти на карточку компании repometer.com и там написать заодно проверим пройдет ли он модерацию яндексе мне прям очень понравилась шутка да никита вам тоже спасибо за интересные дельные вопросы всем абсолютно большой респект если в принципе пока все понятно да и или может быть есть какие то вопросы которые публично задавать нам кто-то стесняется я всегда открыт для общения пишите звоните будем оставаться на связи вебинар запись точнее организаторы всем скинут ссылки на телеграм-канал были даны чуть выше я думаю сейчас еще раз продублируют всем еще раз большое спасибо хороших выходных всем пока и